Мы знаем, что не все складывается в пользу, так сказать, введение банковского дела в стране, в целом образ банкира не очень у нас позитивный на сегодняшний день. Мы видим, что ЦБ активизировал свою деятельность по выводу с рынка слабых и недобросовестных банков. Цель Центра ЦД регулятора – довести количество банков до какого-то разумного предела. В моем понимании 300-400 банков, сейчас, наверное, около 800, поэтому есть над чем работать. Бенефициарами, конечно, стали крупнейшие банки и, в первую очередь, госбанки. Я относительно спокоен за нашу банковскую систему, если, конечно, ЦБ опять не впойдет в свою любимую болезнь, такого административного зуда. Речь идет о нормальной зачистке банковской системы от банков, которые банками не являются. Мастер-банк, наверное, исключение, но мастер-банк – это вообще особый случай, мы все это знаем. Все-таки много в один момент не очень позитивных новостей касательно отзыва лицензий. И я думаю, что никому хорошего настроения в конце года это точно не прибавляет. Если мы видим муху, скажем, ну, где-нибудь на сервизе, да, ну, да, гадкая муха, но мы же не лупим со всей дури, да еще кувалдой. Я бы не хотел бы коллапсов в будущем таких, как вот случились с мастер-банком. Я считаю, все-таки можно было бы эту ситуацию более как-то спокойно провести. Следующий год, я думаю, будет непростым. Нас ожидают волатильность рубля и много мелких кризисов в банковской системе. Да все будет хорошо. А деньги куда нести? У вас есть деньги? Оставьте их себе. Самое выгодное вложение – это в себя и в своих родных и близких. Ну, все-таки бы советовал не класть под подушку, чтобы мы держали деньги в банках и были уверены, что наши банки нас берегут. Год был очень успешным, я думаю, и для рынка, и для банка. Год был очень непростым. Ну, самое неизгладимое, конечно, впечатление – это вот на самом деле и продолжающийся микрокризис в 2013. Наиболее долгожданное событие, скорее, это все-таки снижение ставок по депозитам. Банковский год был не самый плохой. И яркое событие IPO от Тинькова. Это потрясающая история, секс-история. Спасибо, банки Рудебес. Уходящий год был тяжелым достаточно, но у нас оптимизм переполняет. Я бы желал работников банковской сферы выжить. Банков действительно очень много по сравнению с нормой. Главное, что бы я пожелал банковской системе и всей финансовой системе, да и всей стране – это предсказуемость. Потому что, на мой взгляд, уже достаточно реформ и революции, всяких неожиданностей. Наступающий год, может, и не будет годом быка, но годом лошади он будет совершенно точно. Будем пахать, и, может быть, нас не съест медведь. С Новым годом, сил, успехов, главное – здоровья. Побольше людей, чтобы было бы свободными, счастливыми, удачливыми. Все, кто бы ни был. Когда будут люди удачливыми, они не будут делать плохих вещей. Коллегам я бы пожелал успехов, стабильности, хорошего бизнеса. Банк жив своими клиентами. Всех с Новым годом, банки Ру и всех его читателей поздравляю с наступающим Новым годом. Олег Тиньков, спасибо. Чтобы следующий год был таким же удачным, чтобы общение с банками было позитивным, чтобы в банках было уютно, просто, понятно. Много хороших позитивных новостей, много хороших заемщиков, которые возвращают кредиты, а также новых маркетинговых, интересных идей. Вы знаете, несколько дней назад у нас было такое необычное мероприятие. Был вечер с участием талантливых детей из детских домов. И вот там выступала поэтесса из Таганрога, маленькая совсем девочка. И у нее были замечательные стихи, которые начинались так. «Давайте жить по солнечным часам». Так вот, я желаю, чтобы все мы в следующем году жили по солнечным часам. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, чтобы у нас всегда было, хотя бы, если не за окном, то мысленно всегда было бы солнышко, солнышко, солнышко. Только позитив. Субтитры подогнал «Симон»